В 2022 году ВМФ России получил три подводные лодки и четыре надводных корабля водоизмещением свыше 500 тонн. С 2013 года в состав военно-морского флота России вошли 37 кораблей и 21 подводная лодка, в том числе 11 атомных. Самыми многочисленными проектами стали МРК Буян-М и ДПЛ Варшавянка. Флот получил по 10 кораблей каждого проекта. Помимо новых, два корабля и две подводные лодки вернули строй после глубокой модернизации, в ходе которой они получили современные комплексы ударного ракетного оружия «Калибр» и «Уран». В боевой состав после модернизации вошли различные типы кораблей. В 2019-м в строй вернулся «Смерч» – малый ракетный корабль проекта 12-341 «Овод». МРК был перевооружен на противокорабельный ракетный комплекс «Уран» с ПКР Х-35 вместо устаревших П-120 «Малахит». В 2016-м и 2020-м годах в строй вернулись «Кузбасс» и «Вепрь» – многоцелевые атомные подводные лодки третьего поколения проекта 971 «Щука-Б». АПЛ получили ракетный комплекс «Калибр ПЛ» вместо ракетного комплекса «С-10 Гранат». В 2021 году в строй вернулся «Маршал Шапошников» – большой противолодочный корабль проекта 11-55, который теперь официально стал фрегатом. В ходе модернизации БПК получил новую 100-мм арт-установку, две четырехконтейнерные пусковые установки комплекса «Уран» и две вертикальные пусковые установки комплекса «Калибр НК». Вместо двух 100-мм арт-установок и двух ПУ противолодочного ракетного комплекса УРК-5 «Раструк-Б». Общее водоизмещение кораблей и подводных лодок, вошедших в состав военно-морского флота с 2013 года, составило 238 тысяч тонн, а вернувшийся в строй после модернизации – 24,5. Друзья, не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Модернизацией боевых кораблей для российского флота занимается 8 предприятий, 4 модернизируют корабли. Северное машиностроительное предприятие в Северодвинске занимается глубокой модернизацией тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» для Тихоокеанского флота. 35-й судоремонтный завод в Мурманске модернизирует тяжелый авенесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» и БПК «Адмирал Чабаненко» для Северного флота. Центр судоремонта «Дальзавод» в Владивостоке модернизирует БПК проекта 1155 для Тихоокеанского флота. Северо-восточный ремонтный центр в Вилючинске занимался модернизацией МРК «Смерч» для ТОФА. 4 предприятия модернизируют подводные лодки. 13-й судоремонтный завод в Севастополе модернизирует ДПЛ «Алроса» для Черноморского флота. Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинске модернизирует многоцелевые АПЛ «Щука-Б» для Тихоокеанского и Северного флотов. Судоремонтный завод «Нерпа» в Снежногорске модернизирует «Щуки-Б» для Северного флота. А дальневосточный завод «Звезда» в Большом Камне занимается модернизацией «Щук-Б» и «Антеев» для ТОФА. Также, возможно, на Кронштадтском морском заводе «Корвет-Стерегущий» проходит модернизацию до уровня «Алдара» Циденджапова. Давайте посмотрим на распределение полученных кораблей по флотам. Каспийская флотилия с 2013 года получила три малых ракетных корабля проекта «Буян-М». Черноморский флот получил три фрегата 11356, четыре патрульных корабля, четыре «МРК-Буян-М», три «Тральщика» и целую бригаду подводных лодок, шесть ДПЛ «Варшавянка». Тихоокеанский флот получил четыре «Корветта», в том числе головной проекта 2385, три «Тральщика», четыре РПКСН, один многоцелевой АПК «Ясень-М» и четыре дизелеэлектрические «Варшавянки». Кроме того, в состав флота после модернизации вернулись фрегат «Маршал Шапошников», АПЛ «Кузбасс» и «МРК «Смерч». Северный флот получил два фрегата 22350, два больших десантных корабля, два РПКСН, два многоцелевых АПК и две АПЛ специального назначения. Также в состав флота после модернизации вернулась АПЛ «Вепрь». Балтийский флот получил два «Корветта» 2380, три «МРК «Каракурт», три «Буян-М» и один «Тральщик». Подводные лодки флоту не передавались. Теперь подведем итоги. За 10 лет в состав военно-морского флота России вошли 58 боевых кораблей, общим водоизмещением 238 тысяч тонн. Еще четыре, общим водоизмещением 24,5 тысячи тонн, вернулись в строй после глубокой модернизации. На начало 2023 года 17 кораблей спущены на воду, 43 корабля находятся на разных стадиях строительства, еще 8 кораблей готовятся к закладке. Теперь посмотрим, какие корабли могут войти в состав флота в 2023 году. Черноморский флот может получить «Корветт Меркурий» и два «МРК «Каракурт», «Циклон» и «Аскольд», которые находятся на этапе заводских ходовых испытаний. Плюс после модернизации может вернуться ДПЛ «Алроса». Тихоокеанский флот могут пополнить «Корветт Рески», ДПЛ «Можайск» проекта 636.3, РПКСН «Император Александр III» и АПК «Красноярск». Кроме того, в боевой состав флота могут вернуться АПК «Иркутск» проекта 949А и АПЛ «Самара» проекта 971. Северный флот могут пополнить фрегат «Адмирал Головко» и ДПЛ «Кронштадт» проекта 677. Плюс модернизированная АПЛ «Леопард» проекта 971. В состав Балтийского флота могут войти МРК «Буря» и Нарафаминск проекта 22800 и 21631. Всего в 2023 году в состав флота могут войти 1 фрегат, 2 корветта, 4 МРК, 2 ДПЛ и 2 АПЛ. Плюс 4 АПЛ могут вернуться в строй после модернизации. На этом всё. Ставьте лайк и пишите в комментариях, какой корабль для вас самый ожидаемый в 2023 году. Субтитры подогнал «Симон»!